Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии Александр Гамоля. Добрый день. Гомельская область Беларуси и Нижегородская область России шукают шляхи активизации двубокого супрацовництва в экономичной и культурной сферах. Конкретные накерунки обмеркованы подчас сегодняшней встречи керавника проставництва Нижегородского региона в нашей краине и керавництва областного выканавшего комитета. Все летотовооборот помешив областями склал около 37 миллионов долларов и в поравнании с отповедным леташним периодом сменьшился омально 17%. При этом скорочение беларусского экспорта выкликано упершую чергу снижением поставок молочной продукции, а так само пластмассы выработал из их. Разом с тем, на думку боков, зараз есть макшимость не только выправить ситуацию, а и повеличить объемы взаимных поставок. У приватности на початку наступного года Гомельщину наведают проставники деловых колов Нижегородской области, которые разглядят варианты реализации беларусских товаров в России. А прожатого огучены планы по взаимопоставках сельско-господаршей техники и створении суместного предприемства «Постанкобудование». У якости одного из вариантов разглядается макшимость открытия СП на базе завода у «Станка Гомель» и «Станочных вузлов». Яши один накерунок для супрацовництва – будовничая сфера. Капитального строительства как у нас в Нижнем, так и нашей фирмы, кто участвует здесь, министр строительства Беларуси, Черный, выезжал к нам. Такая задача поставлена. Вчера мы обсуждали с директором холдинга «Станкостроительного» с Будковым Виктором Федоровичем о увеличении поставки станков, в том числе и в нашу Нижегородскую область. Как известно, Гомельский станкостроительный завод работает, надо увеличивать. Информационно-пропагандистская группа Гомельского Гарвы-Канкама начале с мэром Пятром Керыченком наведала Институт лесу Национальной Академии Навук. У складу вошли керавник администрации Центрального района Андрей Горбачоу, представники отделов и службов Гарвы-Канкама. Под обязанностей визиту у наших корреспондентов. У гэтым помешканний знаходятся самые первые довоянные справоздачи Института лесу Национальной Академии Навук и уникальные географические карты Гомельской земли, которые заховались еще с часов Паскевича. С экспонатами музея на прамках медийности науковой установы ознайомился мыр Гомеля Петр Керыченко разом с информационно-пропагандистской группой Гарвы-Канкама. Дорогие уникальные вещи тут можно найти практически на каждом поверхе будинка. Так, у одной из лабораторий коллекция штамов грибов, якая на сегодня признана национальным здобытком Республики Беларусь. Представляете, в прошлом году, в этом году, в начале года мы купили, приобрели полногеномный секвенатор. Это очень сложная машина, я бы сказал, очень суперсложная машина. Но мы ее освоили и уже к июню мы провели полное геномное секвенирование грибофомы. Это впервые в мире это было сделано. Молодые специалисты установы у рамках проекта «100 идей для Беларуси» пропоновали организовать фитопатологичный центр. Идею подтримали. На ее реализацию выделили сродки. Гроши выдатковали на ремонт помешкания и на бытю обсталявания. И уже сегодня идея себе оправдала. За годы иснования института подобных проектов было реализовано немало. Подчас встречи с коллективом, мэр города познайомился с некоторыми из них. Я обмерковал пытания взаимодействия. Наши каштаны, вот они очень здорово болеют сейчас. Это не сегодня случилось, но вот уже порядка 10, может быть 15 лет, когда мы имеем эту такую беду. Поэтому я думаю, что имея такой институт, мы, конечно, вправе рассчитывать, чтобы они нам подсказали, и как с теми растениями, которые сегодня мы имеем, вести и правильно за ними ухаживать. Ну, может быть, подсказали на перспективу. Все-таки какие, учитывая, что город растет, количество транспорта растет, экология не улучшается, какие растения, какие деревья, кустарники лучше использовать в городском хозяйстве, чтобы не только украсить город, но одновременно и экологически его очистить. Петр Кирыченко дал установчую оценку працы коллективу, с яким сустрылся одразу ж после знакомства с деятельностью института. На сустрече он проинформовал об социально-экономичном развитии Гомеля и выслухал, чем все не живут супрацовники установы. Ганна Ковалева, Олеся Рудзянкова, Игорь Марышченко, телерадиокампания «Гомель». Новую линию сельско-господаршей техники невеликой могутности пошли выпускать завод «Гомсельмаш». Пакуль в опытные узоры продукции проходят лабораторные доследования. В науково-техническом центре комбайнобудования побывала наш корреспондент Марина Северьянова. Термин службы сельско-господаршей техники прикладно 10 годов. И большая частка той, что эксплуатуется на полях Беларуси, свое уже отслужила. До того же, с повеличением количества фермерских господарок, возникает потреба не только в новых партиях комбайнов, а и в технице, пристосованной для працы на невеликих площах. Новые самоходные кормоуборочные комбайны могутностью до 250 конских сил будут зручными, энергоэффективными и, зрозумело, больштанными. Великим комбайном могутностью, например, у 600 конских сил на таких полях користаться экономично невыгодно. Частей за все они працуют только на 20-30% от своих махчимостей. В последнее время больше внимания уделялось энергонасыщенным и высокопроизводительным машинам. В сельском хозяйстве сложилась ситуация, что небольшие по объему работ вынуждены наши сельхозтоваропроизводители выполнять именно этими машинами, которые ухудшают экономические показатели, увеличивают себестоимость производимой продукции. А зараз только в Беларуси наличивается свыше трёх тысяч фермеров и селянских господарок. Новая техника станет экспорта ориентованной. Бо уже зараз можно сказать, что аналога у новым комбайном нема не только украинных близкого, а лей далёкого замежа. КВК-6025 – это новая разработка наша, которая будет востребована, я думаю, во многих странах. Мы являемся лидерами. Раньше, когда был Советский Союз, ГОМ «Сельмаш» был специально создан, построен для обеспечения всего Советского Союза кормоуборочной техникой. Поэтому мы имеем огромный опыт разработки этих машин. И поэтому нам, конкурентам, на постсоветском пространстве нет. А кроме того, необходность створения сельскохосподаршей техники невеликой могутности подтверждают и выники перамоусельга с вытворцами Пакистана, Таиланда и Индии. Там большинство вытворцев – миновито фермерские господарки с невеликими наделами земли. Коли з'явятся такие машины в Беларуси, в этих краинах можно будет створать суместные предприемства. Марина Северьянова, Игорь Марышенко, телерадио «Компания Гомель». У неделю у Гомеля отбудется урочистое открытие первого форума классичной музыки «Битховен. Линии лёсу». И он будет проходить на протягу четырех днен наступного тыдня. Напереды необластным центры отбылся брифинг с уделом организаторов этой масштабной и знаковой культурной подеи. Почас проведения первого форума классичной музыки жихары и гости города над Сожем смогут глибей познайомиться с творчостью одного из наибольшь ведомых сусветных композиторов – Людвига Ван Битховена. У Гомельским державным колледжем остатства у имя Соколовского отбудется шарих аддукационных майстер-классов, текавых творчих сустреж с талиновитыми беларускими музыками, а так само запланована сера яскравых и ведовишных концертных программ. Это вечары камерной музыки, фортепианных сонат, духовых инструментов, вокальных музычных творов и навод хореографичные номары, поставленные на проникненные композиции Битховена. У Рашиста открыет первый форум классичной музыки – концерт Гомельского симфоничного оркестра. Он отбудется у недели, у 13-го Снежня, у стенах Гомельского державного колледжа мастерства имя Соколовского. Учитывая то, что в Гомеле никогда не было такого фестиваля, то мне пришла эта идея создать, как раз выдвинуть классическую музыку на первый план, чтобы неделя была классической музыки, и гомельчане могли в полной мере насладиться творениями великих композиторов. Новин региона, информацию об проектах телерадио компании Гомель вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.civergomel.by. На этом выпуск завершенный. У студии працавал Александр Гамоля. Усягу вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин